МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале года по инициативе главы государства по всей республике стартовал проект, сделанный в Казахстане. В поддержку данного проекта был объявлен конкурс Халлык Маркасе. Цель данного конкурса заключается в том, чтобы методом народного голосования выявить и официально объявить наилучшие предприятия, занятые в сфере производства продуктов питания. Через филиалы Каза Агромаркетинга на протяжении месяца проводилась ширкомасштабная акция по распространению информации о конкурсе среди отечественных предприятий. Всего было принято 100 заявок от казахстанских производителей. И уже 9 сентября стартовало народное онлайн-голосование. Кто сказал, что выращивать огурцы и помидоры менее выгодно, чем заниматься строительным бизнесом? Предприниматель из Павлодарской области на своем опыте убедился в рентабельности огуречного и томатного дела. Теперь на территории его предприятия одновременно можно увидеть брусчатки, пескоблоки и огород с овощами. Выращивать помидоры и огурцы. Когда-то нашему герою это казалось абсурдом, да и соседи бы покрутили пальцем у виска. Марат Мусаевич – серьезный бизнесмен, зарекомендовавший себя как поставщик строительных материалов. Земледелием никогда не занимался, к овощам и фруктам отношения имел лишь на уровне потребителя. Казахстан – огромная агроиндустриальная страна, а в Павлодаре с местными овощами и фруктами не так густо. А потому в 2011 году Марат загорелся идеей построить теплицы для выращивания огурцов и томатов. Вооружившись необходимыми знаниями, будущий фермер построил две теплицы в виде эксперимента. А когда с каждой из них он собрал по 25 тонн урожая за сезон, решил замахнуться на промышленные масштабы. Обратился в фонд Даму. Уже в 2012 году получил кредит, государственную поддержку по программе «Торожная карта бизнеса 2020». Кредит в размере 60 миллионов. Ну и построил еще шесть теплиц. Несмотря на успех земледелец Марат, каждый сезон сталкивается с трудностями. Борьба с вредителями, подкормка растений, выбор посевного материала и почвы. Ну а в зимний период обогрев теплицы отнимает очень много усилий и затрат. Тем не менее Марат Мусаевич не унывает. Говорит, матушка земля не обидит того, кто относится к ней с любовью. А потому на достигнутом останавливаться наш герой не намерен и планирует расширять новое направление в своем бизнесе. В этом году крестьянин взял в аренду 5,5 гектаров земли, где в дальнейшем собирается построить еще несколько теплиц для выращивания других видов культур. Дизельного топлива для проведения успешной уборочной кампании в Казахстане достаточно. Временная остановка нефтеперерабатывающих заводов не вызовет дефицита солярки. Как сообщил министр энергетики Владимир Школьник, дизель будет поставляться фермерам по прежним сниженным ценам. Решение о прекращении государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92 было принято в ходе заседания правительства Республики Казахстан. Причиной такого шага стало повышение цен на российское топливо, которое покрывает порядка 30% потребностей казахстанского рынка. Но, как заявляют в Министерстве энергетики Казахстана, эти меры не коснутся дизельного топлива. Значит, запасы дизельного топлива больше 300 тысяч тонн. Пассивная уборочная обеспечивается. С избытком удешевленный дизельный топливо для сельхозпроизводителей поставляется своевременно. Подготовка к зиме идет по плану. Мазут для коммунальных нужд тоже поставляется в достаточном количестве. Выпуск дизельного топлива на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах ведется в больших объемах. Полностью приостановлена работа одного нефтеперерабатывающего завода в Павлодаре. Это связано с работами по его модернизации. Остальные НПЗ продолжают работу. На этом пока все. С вами была программа Агросектор. Любите землю, изучайте ее и заботьтесь о ней. И она вам ответит тем же.